7 апреля в Тольяттинском госуниверситете состоялось открытие музейной экспозиции «Управление внутренних дел города Тольятти. История в лицах». Она является частью большого музейного проекта «Юристы Тольятти» и представляет собой три стенда, посвященных сотрудникам, работавшим во многих подразделениях УВД Тольятти в разные годы. Выставку подготовили студенты и преподаватели Института права Тольяттинского госуниверситета. В 2019 году нам пришла идея о том, что хорошо было бы для наших студентов и для наших партнеров создать некоторые экспозиции, которые посвящены работодателям, с которым мы сотрудничаем. А так как наше сотрудничество тесно связано с правоохранительной деятельностью, с правоохранительными органами, то в первую очередь мы решили открыть музей, посвященный правоохранительным органам. Центральный стенд экспозиции посвящен погибшему в 1999 году начальнику межрайонного отдела по борьбе с убийствами Юрию Анищуку. В ходе подготовки одной из экспозиций студенты Института права ТГУ приняли решение создать целый музей, посвященный не только сотрудникам полиции, прокуратуре, судебной системе, а всем правоохранительным органам в целом. Сейчас музей насчитывает более 100 экспонатов, а проект реализуется в рамках проектной деятельности ТГУ. Так что принять участие в нем могут не только студенты Института права, но и все желающие из других институтов Тольяттинского госуниверситета. Мысль была такая, чтобы ввести и ознакомить студентов с профессией. Что такое сотрудник милиции, полиции, для чего это организация. Но когда мы начали реализовывать этот проект, мы стали понимать, что в этих границах мы просто не уложимся только так, чтобы если ввести в профессию. Плюс к тому же это помогает патриотическому воспитанию молодежи, о котором сейчас много говорят. Ведь полиция и милиция – это один из важных социальных органов в нашей жизни, которые, в общем-то, и обеспечивают нам нормальную эту самую социальную жизнь, следят за порядком, обеспечивают общественный порядок. Меня воспитывал так отец, прививал любовь к родине, патриотизм. Он часто рассказывал истории с армией, он сам у меня служил в Чечне, попал в первую чеченскую кампанию. И я росла на его историях, на истории его сослуживцев. Поэтому с детства была интересна военная тематика, историческая тематика. Помощь проекту оказывает Управление внутренних дел города и Совет ветеранов Тольятти. Студентам предоставляет всю необходимую информацию для музея, архивные фотографии, документы, знакомит участников проекта с биографиями бывших сотрудников милиции и полиции Тольятти и эпизодами из их доблестной службы. Вот эти люди, вот эти, они для будущих могут быть, так сказать, примером, примером, образцом вот именно гражданина, человека, который, в общем-то, готов на любое, на любой поступок, на любое, так сказать, действие и даже на самопожертвование для того, чтобы, в общем-то, сберечь, как говорится, оградить людей от какого-то зла, коим является любое противоправное деяние. При подготовке экспозиции юристам Тольятти помог военно-исторический клуб Тольятти «Дежурная часть». Для выставки клуб предоставил часть своей экспозиции – печатную машинку, фототехнику времен СССР, чернильницу и перьевую ручку, а также формы сотрудников милиции второй половины 20 века. Почему важно изучать историю? Да, как вам сказать? В общем и целом, говорят, что те, кто не знают свою историю, обречены повторять ее. И в контексте Тольятти это имеет точно такое же значение. Я думаю, многие в курсе, какая ситуация сложилась у нас в свое время трудная в 90-х, и вообще какая у нас здесь всегда была достаточно сложная обстановка, и насколько важно, и насколько нужно помнить и рассказывать другим людям о биографиях, о том, что можно сейчас рассказывать. Еще не все рассекречено, конечно, о биографиях, о подвигах, о просто ежедневной работе. Вот как в песне «Незримый бой» – служба опасна и трудна, на первый взгляд как будто не видна.